Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается именно в том, что здесь в вашей ситуации нет и не может быть какого-то универсального, четкого ответа. Потому что если оба партнера не свободны были на момент начала отношений, но она скрывала их, эти отношения. А мужчина нет, ну мужчина, он был на свободе. Это говорит только о том, что у нее есть некоторые страхи. У нее есть чувство стыда, что она стыдится чего-то. Есть конфликт между моралью, например, и тем, чего хочется. Ну, чего хочется непосредственно человеку. Вот это противоречие, но на мой взгляд, нужно в первую очередь разрешить, то есть чисто стыда, которые всегда практически поращают чувство вины. То есть если я чего-то стыжу, значит я себе это отрицаю. Если я себе это отрицаю, значит я виноват в том, что это есть. Ну, в общем, тут логика, логика здесь довольно простая. Итак, мужчина и женщина полюбили друг друга. Ну, надо сказать, что мужчина и женщина не могут субъективно с точки зрения друг друга полюбить, потому что происходит это как минимум не одновременно. То есть происходит это как минимум по-разному у всех, то есть с разной динамичностью. И мужчина и женщина могут говорить только за себя. что она полюбила, а мужчина может говорить за себя, что она полюбила. Может быть полюбил он. Да, но как бы здесь идет вот эта вот история, что за двоих говорится. У женщины были, да, в нее отношения мужчины не свободен. У них начались отношения, но какое-то время еще тянулись прежние. Я бы сказал, что здесь у обоих людей есть определенные, вот такое, наверное, грубое слово будет. Здесь имеет место быть костыли. То есть костыли в плане того, что в отношениях, которые были у мужчины и женщины, им чего-то не хватало. И они нашли это, по их мнению, у других, ну то есть в новых отношениях. Ну, по факту, по факту здесь проблема, что люди не побывали одни. То есть не прошло никакого времени между тем, когда люди вышли из отношений, мы были одни тем, когда начали другие отношения. То есть здесь отношения скорее всего строятся по принципу, что ты даешь мне то, чего я не мог получить от другого. К сожалению, ты даешь мне то, что ты можешь мне, точнее, дать то, что не давал мне другой человек. То есть проблематика здесь такая. Дальше. Значит, какое-то отношения, какое-то время отношения прежде тянулись. Не смогли сразу резко их оборвать, в силу особенностей своих характеров и личных соображений. Ну, опять же, знаете, вот в чем здесь проблема, то в том, что идет об общине. Некоторое. Это... Это... Эти обобщения, они... не могут привести ни к чему, ну, ни к чему хорошим. Вот. Вот это обобщение. Потому что... Потому что... Ну, что значит, они не смогли из-за особенностей характера и личных соображений. То есть это... Либо выбор людей, осозненный, сознательный выбор людей, либо нет. Но... Такая вот история, что... Эээ... Мы не смогли из-за особенностей характера и личных соображений. Ну, для меня это звучит немножко странно. Мне звучит немножко странно. Ну, это звучит как... Нежелание признавать свой выбор. Нежелание... Эээ... Ну, признавать свои... 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 Решения. Скажем так. Вот. Я думаю. И... Это может быть... Эээ... Пока вот проблем достаточно. Достаточно. Серьезно. Как мне кажется. Вот. Понимаете, да? Что я... Что я имею ввиду. Дальше. Значит... Эээ... Приднее отношение она открывала, пока не закончила. В... 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 Этот человек не признаёт этого, то, соответственно, в этом есть определённая противоречия самого человека, что, собственно, и является в данном случае проблем, как мне видят. Дальше. В интернете есть много историй про женские измены, совершаемые уже в отношениях, но нет ни одной похожей, где измены являются затянувшиеся прежние отношения. Понимаете, в чём дело? Затянувшиеся прежние отношения являются изменами только потому, что... могут являться изменами только потому, что... женщина это скрывала. Вот. Если бы... женщина это бы не открывала, то измены бы это не было. То есть... Женщина сама... Эээ... Вот... Женщине, ээээ... самой... Эээ... Понадобилось там... Ставить себя в эээ... такое... Ммм... Не очень-очень хорошее, прямо скажем... положение. Вот. Образ только в том, для чего женщине это нужно было. Вот. В этом, как бы, суть. То есть... Обратите внимание, всё начинается со стыда. Всё начинается с чувством стыда. И... Уже... Потом... Превращается... В тот самый... В тот самый... Страх... В то самое... Самоосуждение... Самопочивание... Привожность... Что раскроется. Уважаемые психологи, не знаю как правильно сформулировать вопрос. Просто тяготит... Ситуация. Тяготит... Чем? Прокомментируйте её, пожалуйста. Прокомментировать, конечно, можно... Только... Только... В том, что... Хочется вам... Обравдания. Хочется, чтобы... Мы вас... Обравдали. Не... Хочется... Хочется... Вам... Вам... Хочется... Чтобы мы подтвердили вашу надежду, что страшного в общем-то ничего не произошло. Дает ли это повод и дальше подкрывать женщину возможные неверности и лжи? Ну, если женщина скрывала, то да, конечно, потому что то, что если человек позволил себе скрывать что-то, то он скорее всего вновь позволит себе что-то скрывать. Так что момент здесь такой, несколько специфический. С другой стороны, важно понимать, что подозрение мужчины по отношению к женщине не является ее ответственностью, а является исключительно ответственностью и проблемой мужчины, который не доверяет сам себе, который пытается опереться на женщин, что тоже является деструктивным моментом. В целом, я легко могу представить себе ситуацию, когда мужчина и женщина в данном положении могут быть счастливыми в отношениях. Если только оба, они будут работать над собой и над собой, и над взаимодействием друг с другом. В частности, мужчине надо бы поработать с их стремностью, ну а женщине с чувством вины и стыда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.